Пу-пу-пу, дисклеймер. Тоже довольно-таки мало. Хотя, учитывая, что я прохожу примерно по 5 уровней за выпуск, то не стоит выпендриваться. Да, мы в прошлый раз вот это вот пытались проходить, но я в конце по итогу решил не вставлять. Ну и ладно. А, что хотел сказать. Этот телеграмм, обязательно подписывайся. Там я пишу новости, например, недавно писал то, что скачивай VPN, если живешь в России. Лучше несколько разных, потому что в России будут YouTube блокировать. Сейчас они его будут замедлять, а потом вообще керам заблокируют. Чтоб ты просто не терялся. Лучше много разных и периодически проверяй, работают ли. Если что, постоянно обновляй, разные скачивай, чтобы не потеряться. И если, кстати, заблокируют, то, наверное, я уже буду загружать просто по одному видео, потому что там теряется скорость. Если просматривать, например, YouTube еще как-то, наверное, можно будет. Ну, бесплатной версии мы, естественно, говорим. То загружать видео, но это нереально будет. Это несколько десятков гигабайт видеофайлы. Боюсь, просто я не успею физически загружать столько. Так что посмотрим. А через мобильный интернет, какая разница? Так, вот это плохо. Конусы, это я помню. Это кошмар просто. Видишь, что деревце наклоняется, но и все. Оно ничего не делает с конусом. Это кошмар. Ну, ты все, смотри, доигрались. И кактусы, я не понимаю, прикол. Он супер слабый, он урона вообще мало наносит. Нахрена оно тут нужно? В какой нахер ситуации нужен кактус? Ты мне просто объясни. А, то есть даже не наклониться, чтобы его вот этот вот не сбил, да? Вот объясни, нахера нужен он? Вот зачем? Кактус здесь абсолютно голимое растение. На какой случай оно нужно? Какое растение оно заменяет? Что больше вообще никак? Мм? Объясни, какое растение оно заменяет, что без него вообще никак? Я не знаю, может ты знаешь. Ну а что, сбивать шарики, но это любые там кукурузы могут и остального плана растения. Так, ну говно хотя бы прилетает по зомби, но урона наносит нереально мало. Ну это такое калообразование, вот это вот. Я не знаю, я наверное как-то неправильно кактусом пользуюсь. Я просто не понимаю, как им надо правильно играть. Вот как? Ну пока что по мне ощущение, что кактус полнейшее дерьмище. Я просто не знаю, как им надо играть. И кого хера перестала стрелять жуками? Просто не знаю. Не знаю. Как-то же еще не пробивает насквозь лопату, верно? Я не знаю, но это полное дерьмо о не растениях. Нахера нужно, я вообще не знаю. Так, ну вроде если на последней клетке стоит... Класс. Класс, молодец. Я тебя понял. Я не знаю, очень странный уровень. Я вообще не понимаю, как я его должен проходить. Но у меня прям совсем нет идей. То есть я наугаду так максимум пытаюсь ставить что получится, просто чтобы выжить. Все. Ноль идей. Просто ноль. Просто какую-то херню наугад делаю и все. Хорошо, отлично. Деревце ж не работает, да? На конусы, если непосредственно под него ставить. А, то есть как-то все-таки пробивает лопату. Этот опять стал раком и принимает просто. Хорош, хорош. Но это сильно-то не поможет. Я не знаю. Я не знаю. У меня просто нет слов. Понимаешь, я не знаю, что в этом уровне говорить. Как это все комментировать. Но у меня просто реально нет слов. Что это за херня происходит? Зачем это все? С какой целью? За что? Почему? Так, ну допустим, у нас сверху получается жопень, да? Класс, мы его улучшили, чтобы он спрятался. Ну, красавчик, ничего не скажу. Просто воздух выкапывает уже. И вот сейчас по итогу чё. Картофельную мину они съедят. И кактус. О, повезло. Какого хера внизу? Сука, какого хера по кактусу внизу? Все еще, блядь, прилетало. Там же мы давным-давно убили зомака. Блядь, какая бредятина. Я вау. Нихера себе. Почти прошли. Представляете, в натуре почти прошли. Странно. А, то есть картофельная мина недостаточно надавливает на вот это, да? Говнище. Я понял. Никаких слов, кроме слов возмущения. А, у меня солнышки еще. Класс. Вот в конце слить это самый кайф вообще будет. Ну, а можно хоть чуть-чуть побыстрее? Спасибо. Так, ну первобытная мина. Она же должна херачить только так? Правильно. А где? Ну, где? Ну, первобытная мина. Она же 3 на 3 клетки должна работать. Сейчас не было 3 на 3. Ну, даже не близко. Надо больше солнышек. И, я думаю, чисто крокодильчиками. Мы справимся. Крокодилдосами этими. Так, ну, мина хотя бы второго уровня взрывает ведро. И на этом спасибо. Ну, смотри. Жучок, получается, на 2 клетки стреляет. Причем клетки на 2 какие-то случайные. Вот сейчас продолжает стрелять. Ну, сейчас хорошо у нас сверху стоит. Ну, допустим. Ладно. Там предположим. Так, по растению все-таки надо прилетать. Плохо. Так, хорошо. С этим осталось совсем чуть-чуть. Тут, надеюсь, он наступит и... Вот смотри. По нижней клетке все равно прилетает. Какого хера? Давайте кара... А, рюкзак не стоял не на плитке. Все, хорошо. Как приятный. Я не знаю. Это очень странный уровень. Я нихера не понял, где в нем. Никак проходить ничего. Просто случайно прошли. Я не знаю. Ну. Похоже, вы нашли золотую шиву с этими недавно найденными золотыми плитками. Так, нет. Я не могу получить это сейчас. Не так ли? Не так ли? Приготовьтесь быть одураченными моей последней атакой. Но у него нет голоса. Я не знаю, какой у него должен быть. Моя армия зомби заберет то, что принадлежит нам по праву. Твой мозг и секрет храма. Прощайте. Надеюсь, навсегда. Похоже, на нас надвигается огромная осада. Хе-хе. Круасаны. А мы воспользуемся этими плитками и остановим их на пути. Ммм. Цикозы-козы-козы, да? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Получается только так. Блин, мне не нравится этот ветродуй. Я вынужден его, понимаешь? Просто вынужден его использовать, потому что они испоганили полностью. Как это? Не мята? Кстати, а мята тут есть? Кстати, огурца мы бы выяснили, что здесь нет какого-то хрена. Помидор вроде как какая-то версия есть. Мяты почему-то нет потом. Че-то там еще не было. Зато орехов целая куча разных версий. Что-то еще... Тимьян я вспомнил. Это тимьян испоганили. Обидно очень. Но я не про это. Тут очень много классических растений нет. Давай по порядку пойдем. Сливы. Тут есть сливы? Я их что-то не видел. Перец болгарский. Ну, скорее всего, нет. Но вместо этого есть перец чили. Или тот же халапеньо. И призрак перчик тоже считается. Правильно? Что еще дальше? Давай по полкам пойдем. Капуста есть. Хорошо. Макароны. Это не растения. Че у нас еще? Чеснок есть. Лук есть. Картоха. Картофельная мина, допустим, есть. Плюс молодая картошка есть. Допустим. Картоха есть. Допустим. Ага. Ага. Че еще тут? Вот замяту с огурцом, конечно, жестко обидно. Яблоко. Кстати, тут есть яблоко? Вот и яблоко. По-моему, тоже нет. Ну, по крайней мере, я его не видел. Вот столько локаричка какого-то хрена есть. Боулинг есть. Боулинг. Что за Россия? Нет, голубичка. Урод ты, падла. Жопа вам. Надо эту быстро выносить клетку, чтобы они не нажимали. Блять, как еще много говна летит, а? Дже момент. Да ты че? Больше надо тут горохострелов. Больше. Это бред какой-то. Бред. 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 От слова, че вы творите? Еще вот эти вот гигантюры. С острикосой. Это, конечно, странно херня. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Не слишком ли ты близко подлетел? Ага. По башке сена стучи. Ихи-хи. Ладно. Так, точно. Мы на чем остановились? На растениях и овощах, правильно? Каких тут еще нет? Вспомнить бы, че еще в магазине. Как редко я вонтел овощей и фруктов захожу. Жесть. Персик. Ну, скорее всего, вот это вот с антен... Жопа с антенной, это оно и есть. Абрикос, мультифрукт. Это, скорее всего, они в одну кучу запихнули. Ладно. Хрен с ним. Че еще? Ну, короче, много растений всяких нет. Ромашки, допустим, есть. Розы, кстати, есть. Ну, раз тут цветы пошли подсолнухи, типа, розы. Розы есть? М? 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 Где розы? Требую роз. Розы тут, скорее всего, нет. Да, блядь, как вы задрали уже наступать на это. Ой-ё. А где солнышки все? Класс. Солнышки закончились. Ладно. Допустим. Тюльпанчики тоже популярные цветы. Их тоже нет, наверное. Но ромашки вроде как тут есть. Не-не-не-не, не пройдешь, не. Зеленый борщ сделаю. Придумал. О. Ну, это на рынок за щавелем надо идти. А, шея, 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 шея. Ой. Зеленый борщ сделаю. Точно. Давно не делал, давно. А сейчас пока сезон, надо делать. Надо, потому что потом дороговато выйдет. Может, это ща. Ладно. Так, думаем по растениям. Чего тут еще не хватает? Ну, мне кажется, очень много. Просто некоторые растения максимально неочевидны. Хрен его знает откуда и зачем они тут были взяты. Потом. Давай-ка подумаем, что еще не хватает. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Редиска, кстати, она есть. Потому что мне говорили, что то летающее, это не редиска. Это какая-то хренаура какая-то. А где тогда редиска спрашивается? Дыня. Кстати, есть тут дыня? Арбуз есть. Хорошо. Дыня есть? Манго. Ананас. Ананас. Анавас. Есть это все? Вот. Кокос. Кокос. Ну, кокос, по-моему, тут есть. Я точно не помню. Может, этот цветной кокос был? Ну, не, вряд ли. Ну, как будто выглядит идеально. Три дырочки. А, какого хера? В кокосе дырки вообще? Не, ты что-то и сказал. Подожди, не. Задрали. Вот по второй линии я не могу. Запарили они наступать на эту клетку. Уроды. Так, нет. Ты сейчас еще лазером, да, попробуй стрельнуть. Сейчас, да. Стоять. А как я вас ненавижу. Я же туда, по-моему, ставил колючку, нет? Да твою мать, они мне сейчас еще растения подобьют. Блядь. Задрали. Хотя это 12-10, по идее, это самый сложный должен быть уровень, правильно? А у нас только вторая попытка. Не можем мы так быстро пройти. Так, нужны солнышки, вы в курсе? А у меня нет солнышек. Со своими гигантюрами запарили, реально. Кстати, если ветродум сдувать стрелькоз, это вообще шикарная тема. Шикарная тема, понимаешь? Сдувать. Короче, сдувать стрелькоз вообще шикарная тема, ты видел, зомби прям подыхают. А с гигантюрой только я не заметил, они тоже подыхать будут или нет? Крапива, кстати. Есть тут, нет? Грибы есть, грибы есть, ладно. Мухомор. Есть? Малина. Малина, кстати. Есть? Нет? Вот это вот... Типа рябина и черная рябина. Смородина, во. Крыжовник. Охереть, как тут много растений нет? Алло. Зато всякий шлак подобавляли. А, это финальная волна уже. Все, тогда мы почти выиграли. Нет, только не добивай. Подожди, голуби... Фух. Спасибо. Голубичку нельзя добить. Ах ты, сука, ты его съел просто. Чтоб ты всрался, понял? Да ты че? Почему что я не ставлю? Оно все мимо. Зомби в ту же секунду помирают. Так, кукуруза есть. Ну, короче, смысл вспоминать. Мы-то знаем, что тут очень много растений нет, да? Хрен был спасен еще раз пользователь. Лейв. А, получите зомбы? Возможно, нам придется вернуться в темнифика. Мы и сенсоры чувствуем помехи. Это плохо. А, ну что ж, тогда вперед. А как у тебя, подожди, сенсор, как у тебя связь вообще работает в древних мирах? Ту-ду-ду-ду. Что-то мне кажется, что это основано не на реальных событиях. Блин! На средневековом английском так не говорят, пользователь Дэйв. Хорошо, щипь! Так лучше? Не говорят. Ну, я считаю, что зомби удалось создать вторую табличку. Вот о чем они говорят. Похоже, нам предстоит еще немного... ...поиздеваться над зомби. Ах, тогда берем обату и молоток. Я до сих пор смогу найти свой, к сожалению. Ладно, сейчас я сверну игру, посмотрю. Я случайно нажал, меню вызвал. Ну, вдруг запись слетела. Так, да, все хорошо. Прошло, да, запись пошла. Хорошо. Просто ты знаешь, в этом моде проблема, то что этот мод конфликтует жестко со всеми программами для записи. Поэтому, если ты чуть-чуть свернул окошко, все, есть шанс, что игра просто поверх записи станет, и все, и ты ничего не увидишь. Хочу. Как его имитатор. Ооо, я понял. Фала, имитатор, имитатор члена. Ооо, дошло. Да? Я в своем сознании преисполнился. В познании, да? Насрать вообще абсолютно. Так. Че у нас тут? Обязательно берем подсолнухи. Могила еда. Но Витраду я не знаю, насколько он тут в целом нужен. В целом гигантюра есть, но... Мне тимьяна не хватает. То есть ни первый, ни второй, ни третий уровень тимьяна, он не будет нормальный, да? Он не будет все поле телепортировать. Ну, блин. За любую сумму мне нужен тимьянчик. Мой старый. Так не честно. Хочу нормального тимьяна. И пока, постой, подожди. Ну, ты-то видишь, я сижу, это ностальгирую. Ностальгируешь? Ностальгирую, не стесняйся этого. Так, давай-ка возьмем усиление, чтобы использовать их на двойном подсолнухе. Я задолбался уже. Угу. От этой жары не могу, ненавижу ее. Вот кто эти люди, кто любит жару? Зачем? Почему? Море. Ну, блядь. Ты помыться только летом, что ли, можешь? Что, море? Ненавижу лето. Ну, налей себе в ванну воды побольше. Вот ты лежи. Пускай пузырьки мне. Так, нет, с ведром, подожди. Ты что-то... С ведром это перебор, подожди. Ведро, перебор, перебор, перебор. Так, и нам вниз и нужен. Сорочно что-то вниз надо. Голубичка, блин. Стрип, нет, подожди. Отлично. Долго, конечно, успеет вынести. Да, успеет. Я говорю, горхострел третьего уровня. Просто сказка, а не растение. Сказка от слова молодец. Понимаешь? Так, с ведром, конечно, подгоняет, но... У нас против конусов ничего нет. Можно слоншек побольше? Так, 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 и еще больше, блин. На горхострел уже может не хватить. Ладно, плевать. Ну, просто на горхострел реально тут уже не хватит. А почему второго зомби больше урона наносится? Это ему ледяная мина, хочу сказать, так сильно башню повредила. Так, у нас везде есть горхострел, кроме центра. Ну, понятно, в центре дороже всего. Стоп. Пингвины из первобытного мира сюда теперь перебрались? Я узнаю вот это. Не надо пингвинов, пожалуйста. Давай быстрее, быстрее, быстрее. И вот теперь можно заморозить. Хорошо. Еще колючкой и горхострел. Но с горхострел до сих пор по центру нет. Как так вышло-то вообще? Быстрее, быстрее. Отлично. Так, хорошо. Подожди, а он что, после смерти ударил молотом? Пока лю... Вот ты проститутка, конечно, слышишь. А какого хрена? Да. Давайте еще его после смерти беспределить будете. Конечно. Хулиганье. Сейчас же, если поставлю ледяную мину, она же по-любому на ведро поставится. Ты смотри-ка, неожиданно. Сейчас смотри. Мне кажется, это... Да. Это в моде сделали специально, я так понимаю. Потому что это уже не в первый раз, значит, это не баг. Что когда мы используем ледяную мину, то после нее зомби свою ульту используют. Какой бы это зомби ни было. Я неоднократно это обращал внимание на этих... На дедах. То есть мы деда этого колдуна заморозили. После чего он разморозился. После ледяной мины. И даже если мы его успели убить, он кого-то превращает. Вот это все время так. И гигантюра успевает ударить, например, молотом. По колючке. Так я знал, что что-то здесь не так. Так, а нам нужно в центр голубичка. Голубичка, быстрей, 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 быстрей. Чуть-чуть же осталось. Поедрожь, что ты робишь? Ну как так, ну чуть-чуть же осталось. Ну чуть-чуть, ну капельку, ты видел. Нам досталось... Какое здание сделал? Поиграл, молодец. Голубичка уже доставалась, только поставила. Нечестно. Печень алкаша желтая, но счастливая. Ладно, тут вроде как жестких зомби нет. Кроме шлема рыцаря. Этот мне не нравится. Вот это вот филетовые цветочки. Я не могу, но он реально просто на головку похож. Ну реально, ну кто так делает вообще? Кошмар просто. Это отвратитель, да? Ну я не знаю, в целом больше нам ничего не надо. Дед разве что нам может подгадить. Но у нас голубички уже есть. Все, голубичка просто имба. 17 растений. Подожди, это с учетом желтых или нет? Если их выкопать, то получается больше будет места. Да, 24 растения всего можно сажать. Хорошо видел. Но тогда нам нужен гриб. Грибочек. Получается двойной подсолнух. Не. Или лучше... Не, давай так. Берем двойную и так сделаем. Потому что на двойной мы просто задолбаемся копить. Мы реально просто задолбаемся. Опять эти пингвины. Вот эти курицы нелетающие. Так курицы не летают. Курицы не летают. Пингвины не летают. Зато не птицы. Слушай, пернатые. Шикарно. Подушка тоже пернатая. И че? Это ж не птица. Ой, не надо. Сейчас задушнить не надо. Если сбросить с окна, то полетит. Да, но ненадолго. Ах ты, ФЦЮ. Ладно. Вот даже заморозить его нельзя. Он же ультанет после этого. Я знаю, кто это. Это знахарь. Он, видишь, он печень лечит. Не, ну она же больше не желтая. Правильно. Ладно. Хрен с тобой. Ты пусть и превратишь. Но зато сразу ты помрешь. И сразу обратиться назад. Ой. Тут неудобно, конечно. Случайно могу нажать на тележку и все. А, ну смотри. Не успел превратить. Ладно, падла. Вот, слышал, звук был. Был звук. Звук был. Просто он после смерти уже не успел брать. Я тебе говорю, что эта хрень ненормальная. А поскольку вы маленькое солнышко даете, не поймешь. Та по сколько? По 15 что ли? А че так щедро вообще? Ну ладно, лучше чем. Не знаю, чем что это лучше. 15 солнышек. Так, ну че-то ведро задержалось уже у нас. Сколько можно? Алло. Спасибо. Ну деда мы уже не боимся. Все, это уже не сильный зомби. Теперь у нас есть голубичка. Теперь деда вообще не боимся. Ай, карамба. Мы же не взяли, да? Могила еда. Жаль. Жаль, 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 жаль. Жаль, 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 жаль. Подожди. Каждая отдельно посаженная горошина считается за отдельное растение? Серьезно? Че там, пароход отходит что ли? Охренительно просто. Это отдельная растение. Круто, 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 круто. Круто, 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 круто. Я вас понял, спасибо. За отдельное растение. Если бы я знал, что такая подлость, все такая будет подлая. А по центру? Че у нас по центру вообще происходит? У нас под другим линиям почти до середины доходят. А в центре, смотри, даже вторую клетку еще не зашли. Че за приколы? Че колубички так плохо работают? У нас дедов не так много. Дедов. Че-то боюсь, в ведро мы не успеем вынести. Блядь, и не работают уже, ты прикинь. Нет, подожди, блядь. Спасибо. Спасибо, бочки. Блин, вот это вот, конечно, с ограничениями растения уровней мне не нравится, конечно. Это мы не можем разгуляться своей фантазией вообще, в полетом мысли. Приходится жестко экономить. Чисто на одних голубичках мы бы вытянули, но будь их 24, тогда бы да. Но мы столько тупо не успеем поставить. Поэтому имитатор нужен. Сейчас имитатор голубички будем ставить, потом имитатор рогоза, а потом имитатор чертополоха. И все, мы будем выносить всех всегда и везде. А пока нельзя так. Один хер до них не могут уже дойти. Но это сколько? По три горошинки везде получается, да? Раз, два, три не хватает. У нас одно свободное место. Но даже если одно вот так, блин, плохо. Ну ладно, у нас голубички зато есть. Они поважнее будут. Ну сейчас с ускорением даже можно как-то ускориться. Потому что уже понятно, что мы выиграем. Но с первого уровня, конечно, вообще не к черту. Наверное, пятерняшек мы будем прокачивать до второго уровня хотя бы. Потому что это такое себе. Вот так, видишь, прокачка нужна со временем. Сразу она нам нахер не нужна. А вот сейчас можно... Потому что у нас источники солнца есть. Двойной подсолнух, например, тот же. И первобытный горохострел. А потом будет бесплатный подсолнух вообще малой. Вот малой подсолнух вообще шикарно тогда все будет. Стоп. А, нет, все. У нас горохострел все равно чуть-чуть не хватило. А то я уже удивился. У нас все равно 2700 солнца нам уже явно столько не надо. Согласись. Мы лучше потратимся на голубички плюс ледяные мины. О, у нас, оказывается, тут усиление есть. Ну а куда она нам? Мы уже и не успеем его собрать. Мне нравится, что они через все поле нас атакуют. Так, ну это реально проблемка. Внизу они наглеют уже наглеют, подожди. Хорошо. Да, первый уровень слишком слабый. Как-то как-нибудь в будущем прокачаем. Да, в целом на этом вот не сильно-то длинный. Не знаю, почему говорили на год прохождения. Мы довольно-таки быстро, мне кажется, проходим. Ну, либо тут мини-игр какое-то огромное количество будет. О, не надо, ты скотина съел. Ну, реально, я пока что не вижу тут мини-игр безумное количество какое-то. А, ну хотя они растянуты. Там одна мини-игра содержит пять этапов. Да-да-да, тогда так может быть. Вполне. О, как повылетали отлично вообще. Слышишь, а почему после волны еще и дед выходит? В конце волны, ты че? Вообще вы в порядке, не? Ну все, смотри, будь у нас больше голубичек, ты прикинь, что было бы вообще. Ну, еще один уровень изичный, я тебе говорю. В целом тут легко. Даже учитывая, что мы играем в хард-версию, не считай некоторых дебильных заданий. Все в целом легко. Угу. Так, ну тогда тут могила едам. Можно взять? Против короля-то, корчево, голубичка будет работать. Тут специально, что ли, раздражающих звуков ставят побольше, я не понимаю. И это откуда? С оригинала или разработчик решил? Эту хуйню сделать. Вот это вот король то, что делает. Такая мерзость. Блядь, сука, он еще под конец решил сделать. Ну реально, это вы бешет. Вот это вот сидит, сука. Фу. А, блядь, я могила еда не взял, да? Упс, 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 упс. Надеюсь, вытянем. Или не вытянем. Смотря как тянуть будем. Потому что, может и вытянем, а может и нет. Нет, сверху могила, наверное, уже не успеет, да? Сломать. Ну ладно, сейчас ледяной миной можно вот так. Оп. Постой, подожди. О, глубичка почти есть, отлично. Раз все равно подсолнух тормозит, мы его не можем взять еще один. Так, тут хотя бы никаких ограничений нет, значит должно по идее легко все пройти. Так, сверху уже двое, это плохо. Надеюсь, он ударит не малого. Спасибо. Так, могилу чуть не успели добить, но ладно, сейчас хотя бы... Блядь, у этих грибочков, пуфогрибов, им урон что ли уменьшили, я не понял? Но они очень плохо справляются, скорее всего, да, урон уменьшили. Ой, сразу три этих, а чё атаку? А чё за щедрость, слышишь? Ну он хотя бы могилу собрался, сука, он сейчас рыгать будет весь уровень. Да, все-таки голубичка будет его в приоритет брать, это хорошо. Хорошо. А чё с конусом внизу, алло? Будете что-нибудь делать, нет? Алло, голубички! Вам, я так понимаю, насрать абсолютно, да? Естественно. Кто ж ещё будет насчёт вас напрягаться? Сами же вы все не позаботитесь, да? Ладно, грибы бесплатные, ой, солнечные, надо будет всё равно выкапывать. Так, три голубички уже неплохо, уже больше шанс, что они одуплятся и будут... Атаковать короля поэффективнее, а не просто стоять и ждать. Не надо, нам короля сразу добивайте его, спасибо. Фу, зачем вот это вообще, быдло короля, добавлять? Ну, по крайней мере, со звуками этими всеми. Ну, видно халтура, видно, когда молнию убивает, тут буквально парочку видов зомби всего есть, которых может вынести молния. Это ленивец, всегда один и тот же обугливавшийся скелет. Это зомби, все остальные, вот такие стандартные виды, и гигантюра, и имп, по-моему, всё, да? Все остальные, они стандартные скелеты. Халтура, халтура. Не одобряю. Учитывая, сколько рекламы тут напихали, интеграция, могли бы, ну, соизволить хотя бы немножко напрячься. Ну, хотя бы для короля, для вот таких вот редких зомби. Тем более, испепелившийся вариант, но там же, блядь, не так уж много делать. Персонаж, который у тебя есть, черным залей все, кроме глаза, все. И анимацию рассыпания сделай, и то, я так понимаю, они это делали не вручную, а какой-то плагин был. И что, сложно было, что ли? Не, блядь, даже тут халтурили. Ай, чуть-чуть не хватило. Обидно. Просто не понимаю, когда есть такие огромные бюджеты, зачем на похер делать? Особенно, когда касается, ну, просто мелочей, которые можно быстро сделать, можно. У вас для этого все есть. Тем более, я видел файлы игры. И первую, и вторую часть. Я видел. Это не вручную все анимируется, не покадрово. Это перекладка, сука. У вас и так супер облегченная задача, вы че? Что эффект замедления, что... Ну, понятно, что разработчик мода не обязан этим заниматься, понятное дело. Ну, сами разработчики игры, ну, какого хера? Так, два короля разносить. Какого хера вы на... Подожди. Ну, нет, этот же рыцарь не считается, правильно, эксклюзивным каким-то, ну, уникальным зомби. Особым, да, особым. Правильно? Почему тогда на него приоритет сейчас был? Че за прикол? Может, не успел среагировать. Да, чувствую, нервы там поистрепает нам этот урой. Кстати, кстати, мне бы магнит. Магнит не помешал бы, конечно. Магнит бы не помешал против шлемов. Хотя, я помню, у нас со шлемами были проблемы. Соответственно, магнит нас не спасал. А теперь вопрос, почему? В чем прозвук был с магнитом? Он долго перезаряжался? Скорее всего, либо супер дорого стоил, либо перезаряжался долго. Других вариантов нет. Ну ладно, по красоте мы уже не успеем завершить. Ну, одну пекинку хотя бы давай давай. Сука. О! Вспомнишь говно? Вот и оно. 50 солнц. Сто пудово перезаряжаться будет долго. Вот стопудово. Ну, вообще плохо. Плохо, что нам дают на выбор всего 4 растения. Ну, просто первые 4 мы не используем в целом. На этой локации уж точно. Добровольно. Ну ладно, допустим, еще магнит. Но он слишком долго перезаряжается. По сути, он бесполезен. И с такой долгой перезарядкой. Потом, что еще? Граната. Но она, опять же, тут мне не нужна абсолютно. Желтый боб тоже не нужен. Я его использую только потому, что вынужден. И что еще? Много горохострел. Но опять же, я его хочу до 2 уровня сначала прокачать. Хотя бы. Нужен малой побыстрее. Прям сильно нужен. Съешь быстрее пока. Оп, и заморозим. Так, успел. О, красавчик успел. Хотя лучше бы ты, конечно, конус свой вынес, чтобы побыстрее было. Так, опа. Так, главное, чтобы сейчас малой не сажал магнит. Нужно еще солнышко. А где солнышко? Почему они не падают у меня? Вы что? Спасибо. Так и побыстрее конус выносите, а то он наглеет. Во, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мало урона-то наносится. Хорошо. Здесь снизу вообще жопа. По центру. О, спасибо, красавчик. Но по центру все равно беда. Подожди. Вот и что делать? Не успеет уже, да? Да-да. Так, хорошо, хоть по центру попал. Но снизу мне что с этим делать? Быстрее. Давай. О, красавчик, слушай, молодец. Давай. Ай, как так, брат? Мазал. Ладно. Хрен с тобой, давай. Ну нет, ну не малой должен сходить. Ты зараза. Хорошо, хорош. Блин, ладно. Кроме гранаты у нас выбора нет. Повезло, повезло. Просто не хочется терять газонокосилку. Она нам есть еще в конце поможет. Так, ведро. Но это плохо. Стоять. Как так-то вышло? Ну вот как? Ну почему же такое-то вообще? Мы так подсолнухи не накопим никогда, ребят? Вы что? А если магнит забирает ведро, то, соответственно, и солнышек с него будет падать меньше или что? Да, 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 да. Замечательно. Больше гороха, больше, 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 больше гороха надо. Я вас ненавижу, я не успеваю. Я просто не успеваю ничего делать. Вы что? Стой-то. Капец, вроде мы все прокачиваем. Вроде и ставим больше, все больше и больше, больше и больше. Один хрен ничего не получается. Почему так? Почему вы успеваете все съесть? Хереть, да ты че? Это было опасно. Но опять же, не хватает, видишь? Хорошо. Первый горохомет у нас полностью готов. Замечательно. Надо больше подсолнуков. У нас первый бытный подсолнух. Че, падла, так долго перезаряжается. Отлично, у нас хотя бы есть... О, ряд голубичек, это идеально. Все. Подходи быстрее, чтобы в тебя больше солнышек выпало. Все, отлично. Так, больше солнышек надо. Больше, 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 больше. Давайте, больше. Магниты нереально долго перезаряжаются. Я расстроен. Они, по сути, безболезны. С той же скоростью, что перезаряжается голубичка? Так, голубичка в разы полезнее магнита. Что еще? Я не знаю. Сигма у нас дольше перезаряжается или нет? Это уже не помню. Хотя, хрен с ним. Наверное, голубичку чередовать с магнитом можно. Правильно? Ринхерр магнит, по-моему, даже дольше перезаряжается, чем голубичка. Класс. Молодец. Да, точно. Мы же еще и шлем будем ставить им. Да, и гигантюра посреди карты тоже то, что надо. Спасибо. Постой пока. И добивай. Плохо, что целого усиления надо, чтобы убить гигантюру. Так, ты добей, пока голубичку не схава. Быстрее. Спасибо. На, голубичка, походу, быстрее перезаряжается, чем магнит. Только атакует она долго. Не тормози, пожалуйста. Все, у вас цели чисто сверху. Давайте, добейте. Что по магнитам? Алло. Спасибо. О, отлично. Да, сколько можно могил ставить? Вы что? Не, граната имба. Я не знаю, что ты говорил. Что тебе она не нравится? Граната топ. Гранат. Гранат топ. А гранатовый сок еще лучше. Обожаю гранатовый сок. Кстати, очень давно и практически, наверное, не то, что ни разу в жизни не видел, но очень супер редко видел. Березовый сок. Его я вообще ни разу не видел. И морковный сок я вообще не помню, когда в последний раз видел. Возможно, в далеком-далеком детстве. Куда оно все пропало? Реально. Куда? Где оно все? Реально, очень давно не видел. Куда оно запропастилось? Не то, что дорого, а прям вообще ничего не вижу. Тыквенный сок, кстати, недавно появился в магазине. Это хорошо. Тыквенный уже неплохо. Но тыквенный это, допустим, хорошо. Его тоже очень редко бывает, тыквенный сок. Хотя бы он появился, да. Но остальные. А березовый я ни разу не пьем. Морковный тоже давно не пил. Хочу вспомнить, что это. Ой, гигантюры, вы мои гигантюры. А знаешь, что, иди-то в жопу. А по гигантюру вы не собираетесь бить, нет? А, все уже? Ой, ну тогда и все, хватит. А то я что-то затянул, затянул. Потому что в предыдущем мы-то сняли отдельной частью, правильно? До того, как вышли. А я про нее совсем забыл. Я это как отдельный выпуск уже снимал. Ладно, делить на две части я не буду. Просто склею в одну. Но, видимо, выпуск придется охренеть. Каким большим сделать. Ладно, тогда на это все. Можешь подписаться на канал, чтобы не просить следующей серии. Также все ссылки в описании. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok